Впервые смотр конкурс прошел 12 лет назад. За все время в киндерформате приняли участие более 50 творческих коллективов. В этом году в областном центре фестиваль проходит в седьмой раз. Участники – частные и семейные театры, коллективы из детских садов, школ, библиотек, домов творчества разных возрастов. Смотреть, как работают дети, всегда интересно и приятно. «Ожидаю эмоций, ожидаю открытий, ожидаю, потому что маленькие зрители, вот такие непрофессиональные, вы знаете, вот именно они и совершают открытия, которые даже нам потом, профессионалам, в чем-то помогают». Участников будут оценивать как настоящих артистов по яркости и выразительности представленной программы. Член жюри и ведущий мастер сцены из Тольятти Олег Локтионов отмечает проект уникальный, а подобных мероприятий не так много в России. «Не так уж много детских садовальных студий, действительно, тем более студии направленности по кукольной профессии. Я считаю, что очень нужное дело, молодцы. Ульяновская область, конечно. У вас много задатков к этому». Долгожданным событием стало выступление на сцене инклюзивной театральной студии из Новой Малыклы. Коллектив подростков и детей с ограниченными возможностями здоровья «Веселая семейка» представил свою постановку на конкурсе. Эта первая дальняя поездка ребят «Сказка Зайшкина избушка» длится всего семь минут, но ее постановка заняла у воспитанников несколько месяцев репетиций. «Разные возраста принимают участие в нашем театре. На помощь детям, в которых мы открываем социальную адаптацию к нашему окружающему миру, помогаем справиться с проблемами, хоть пусть на короткое время, на один миг, но родители и дети просто счастливы в нашем театре». Этот миг может повлиять на всю дальнейшую жизнь. Конкурс – уникальный шанс для молодых артистов показать себя на большой сцене. Возможно, кто-то из них в будущем свяжет свою жизнь с театром. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей незаметно активизируются слова ребенка. Постановки кукольных спектаклей восполняют недостаток в общении, восстанавливают физические силы, способствуют умению контролировать собственные эмоции. Работа с куклой развивает активную творческую деятельность, вызывает интерес и эмоциональный подъем. «Дает еще спокойствие. Он у нас не сидит в одном месте, например, после занятий. Вот они уставшие приходят, веселые». В этом году жюри конкурса «Киндерформат» предстоит оценить восемь постановок. 1 апреля, в день рождения Ульяновского театра кукол, состоится подведение итогов и награждение победителей конкурса. Алина Тихонова, Герман Баранов, Михаил Балашов, Уллправда ТВ.